Холода смело стучатся в нашей жизни, и, конечно же, становится заболевших людей все больше. Бегут они в аптеки, покупают медикаменты, и иногда получается, что не всегда они помогают. Ну, на эту тему мы уже поговорим с нашей гостью. Мы в гостях Зина Белялова, начальника отдела контроля и надзора сферы здравоохранения Росздравнадзора по Крыму и Севастополю. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как вы такие? Как так получается? Да. Что вот человек пришел, допустим, купил медикамент и не всегда ему помог. То есть, насколько можно доверять вообще тому, что у нас сейчас на полках в аптеках? Ну, на сегодняшний день нашей службой проводятся проверочные мероприятия, плановые и внеплановые, на проверку качества лекарственных препаратов по планам, разработанным нашим центральным аппаратом. Мы выезжаем с экспресс-лабораторией, отбираем на полный анализ, на БИК-анализ, и на сегодняшний день частота выявляемости недоброкачественных препаратов довольно, ну, даже скажу, крайне низка. То, что потребители связывают с неэффективностью препаратов, данный факт, так скажем, сомнительный. То есть, это по их мнению. И, естественно, данный факт подлежит тщательной проверке. То есть, подделок мало, да? На самом деле, за 5 лет работы нашего территориального органа ни одного препарата, который был фальсифицированным нами на территории Республики Крым, не выявлен. Ну, вот, допустим, вчера мы говорили с мунологом. Он вам сказал, если часто употреблять один и тот же препарат, то рано или поздно он перестает вам помогать. По крайней мере, не такой эффективный, не то, что перестает помогать. Он просто не того эффекта, который был бы раньше. Вот, допустим, у вас с ОРВИ медикаментами тот же самый эффект происходит или нет? Ну, я могу сказать, что в случае, если пациент устанавливает, что препарат не помогает, опять-таки, по алгоритму он обращается к медицинскому специалисту с рассмотрением вопроса назначения препарата, который бы ему помог, был, так сказать, тропным. Ну, явления толерантности тоже имеют место быть, но это достаточно такие редкие случаи. Ну, скажи, пожалуйста, у нас достаточно медикаментов, в принципе, или есть такие какие-то определенные вещи, которых… Ну, ищем, как наладить поставки. Нет ли у нас дефицита лекарств в аптеках? Дефектура, да, имеет место быть, но, как правило, это заводская, может быть, дефектура, связанная с нюансами определенными у производителя, например, переоснащение там инженерного оборудования, производственные участки, да, какие-то ремонтные работы проводятся. Но об этом у нас по 361, извиняюсь, федеральному закону производитель должен не менее чем за год до приостановки или прекращения производства уведомить соответствующие органы исполнительной власти. А в обратном случае, если не уведомят? Если не уведомят, ну, мы рассматриваем, вернее, не мы, а медицинские специалисты, вопрос взаимозаменяемости. То есть есть препараты, которые в рамках фармакологической группы могут быть заменены. А вот я слышал, ну, бывает периодически, можно, если у тебя друзья диабетики, услышать у них, допустим, определенные жалобы, что медикаментов не хватает. Или как? Ну, на территории Республики Крым в случае того, что для инсулинозависимых пациентов диабетиков, да. Или там сложно как-то найти его или еще что-то? Нет таких проблем? На самом деле, как таковых, таких проблем нет. А как регулируются цены на лекарства, чтобы, допустим, они были примерно одинаковые? Ну, вот как-то регулируются они вообще? У нас есть в Республике Крым комитет по ценам, который устанавливает размеры предельных розничных и оптовых надбавок на лекарственные препараты. Но нужно акцентировать внимание на то, что это препараты, которые внесены в список ЖНВЛП, то есть жизненно необходимых лекарственных препаратов. Этот перечень определен распоряжением правительства Российской Федерации и установлены соответствующие уровни этих надбавок. На нежизненные необходимые можно ставить... Да, надбавки на данную группу препаратов, абсолютно верно говорите, не установлены, и они не регулируются. Вы начали с того, что говорили, что у вас даже есть определенная такая мобильная лаборатория, благодаря которой вы ездите. Расскажите про это немножко. Мобильная лаборатория действительно функционирует в полном объеме. Что это из себя представляет? Это передвижной автомобиль, мини-лаборатория, которая оснащена специальным оборудованием, РАМАН-спектрофотометр, БИК-спектрофотометр, который экспресс-методом, то есть не разрушая таблетку, не разрушая первичную и вторичную упаковку лекарственного препарата, позволяет определить спектр препарата и на соответствие его установленному стандарту. Вот. В данную лабораторию у нас входит структуру ФГБУ, которая под ведомством Росздравнадзора. Ну что действительно радует, что в принципе нарушений пока выявлено не было. Это отлично, потому что отключения могут быть спокойны, то, что они приобретают. Показатели, правда, очень воодушевляют. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что на гостях была Зинеп Беляла, водоначальник отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополе.